Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Navi CSGO, и это наше небольшое новое фановое видео при поддержке нашего партнера OneBlade. Сегодня наши игроки Simple и Bit будут выбирать новый стиль для наших топ-менеджеров Жени и Леши. И в конце видео мы выберем, кто же справился с этой задачей лучше. И поможет нам в этом, конечно же, OneBlade. Philips OneBlade с уникальным лезвием подравнивает, делает контуры, бреет щетину любой длины, в любом направлении. Выбирай свой стиль с Philips OneBlade. Ну что, здравствуйте, друзья, здравствуйте начальство. Ну привет. Чувствую себя немножко некомфортно, ну ладно. Мой кожа. Чуток буквально, да. Немножко страшно, да? Надеюсь, вы не уволите нас всех и не кикнете Simple с битом. Смотря как побреете, да. Да, ладно, у нас есть несколько вариантов стилей, и вы сейчас попробуйте выбрать то, что вы бы хотели увидеть на себе и чего вы опасаетесь больше всего. Подходит? Да, вполне. Но вы же понимаете, что этот ваш выбор никак не повлияет на то, что выберет Саша и Валера. Поэтому мы лишь можем предполагать. Ну давай. Ну поехали. Вы можете по одной, в общем-то, смотреть и как-то комментировать свои стиль. Блин, ну надеюсь, это норм. Норм. Было бы ок, но... Слишком просто. Очень сомневаюсь. Просто, чтобы не трогали, в принципе, да? Терпимо. Хз. Но... Но тоже так, знаешь, прилично. Жить можно, да. Вот это мой фаворит. Вот это. Ну вот это, наверное, самое нежелательное, вот эти два варианта. Очень надеюсь, что парни, ну, меня не так хейтят. Леша, как ты думаешь, пойдет Жене такой стиль? Ну вообще, вот это отлично. Мне тоже так кажется. Так, даже минус как-то 10 лет. Ну плохо, неплохо. Или плюс, непонятно. Хорошо, Леша, давай посмотрим, какие у тебя там вариантики. О, покажи-ка на камеру. Вот это я понимаю. Ну, не знаю, но Жене лучше идет. Определенно лучше. Я за то, чтобы у нас укусала руководка. Ну это... Какие асоциации? Не знаю, как-то она не там, что ли? Может, она как-то низа должна быть? Не знаю. Нет, так и надо. Ну не очень, не очень. Вот как-то... Первая лучше все-таки, да? Вот это вот... Ну что, такая пилигранная работа. Думаю, что OneBlade справится. Это прям ювелирная работа. OneBlade может исправиться. Абсолютно ювелирная работа. А психика Леши нет. Я знаю, Валера меня, наверное, будет брить. И Валера должен быть очень точным. Якорь, просто на бороде якорь. Представьте себе. Вот, вот это топ. Это реально мне нравится. Отлично, четко, просто. Хорошо, выбери худший вариант. Лучший, понятно, этот, да? Да, худший. Может, вообще под ноль это страшно. Худший все-таки этот якорь. Ну это, блин, реально. Ну куда якорь? Ну как, ну ты выглядишь таким солидным человеком, Алексей. Я выгляжу, как якорь. Якорь? Нет, якорь не очень. Ну, есть, да, что с якорем похоже. Ну ладно, мы определились. Как вы думаете, что же выберут игроки? Они вас пожалеют или будут издеваться по максимуму? Думаю, что будут издеваться. И думаю, что учитывая их как бы скилзы, в итоге мы будем оба лысые. Ну, помолодеют, получается. Я надеюсь, что Валера даже не будет пробовать вообще брить меня. И в принципе просто оставит. Просто подровняет немножко, да? Чуть-чуть буквально где-то тут и все. Ну вот мы и проверим, как игроки к вам относятся. Сейчас мы отнесем вот эти все вариантики им наверх. И посмотрим, что же они, какое решение они примут. А вам, друзья, удачи. Увидимся чуть позже. Вторая часть нашего челленджа. Сейчас Саша и Валера будут выбирать стиль для наших топ-менеджеров. И потом мы будем их брить с помощью OneBlade. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Только что мы общались с Женей и Лешей. И они, в общем-то, оценивали, что же вы можете для них выбрать. Какой стиль. Но посмотрим, угадали ли они. Кто хочет начать? Саша, Валера? Давай, я начну. Давайте оценим луки Алексея. Сейчас я все хочу посмотреть сразу. Вот это вообще жестко. Покажи на камеру. Да, я с тобой согласна. Не, ну это, конечно, очень жестко. Ну, красиво же. Настоящий джентльмен. Но тебе нужно принять решение. Саша, можешь это посоветовать? Тиммейту своему. Мне больше всего нравится. Лехе подошел бы, наверное... Не, ну подошел бы ему этот. Но, скорее всего, будет вот так. Так, Валера, ты принял решение? Вот это забавно. Да, я с тобой согласна. Это забавно. А мы же здесь что делаем? Еще важно. Детеримся, а? Как долго будет Леха ходить с этой... С этим, короче. Мы у него узнаем, конечно. Возможно, возможно. Недолго? До того момента, когда приедет домой. И жена скажет ему убрать это со своему лица. Но, не знаю, возможно, ему понравится. Откуда ты знаешь? Так вот это. Все. Мы определились. Хорошо. А я тебе хочу сказать, это не то, чего он боялся больше всего. Вот это он боялся больше всего, я уверен. Нет. Я сейчас тебе покажу. Вот это. Он сказал, что это как якорь. И он не хочет это видеть на своем лице. Но ты принял другое решение. Я с тобой, в принципе, согласна. Это очень даже забавно. Хорошо. Переходим к части с Женей и Сашей. Хорошо. Ого. Давай, комментируй, что ты видишь перед собой. Как видишь, прекрасны варианты все. Я вижу шестерых лысых из Бразерс. И вот надо выбрать какую-то ему. Выбери того, кто тебе просто нравится больше. Не, ну вот это жестко. Тут ты уже Хайзенберг. Но, мне кажется, я ничего не смогу сделать нормально. Поэтому я сделаю вот так. Надеюсь. Саша. Да, я... А как тебе вот первый вариант? Посмотри. А что, так можно было? В смысле? Да это шесть лисунок. Ты чего? Нет, ну ты можешь было все, что ты хочешь. Но ты выбрал креативный вариант, Полера. Я тебя поддерживаю. Нет, это тоже прикольно. Но, мне кажется, Жеке по этому подошло. Но вот это по ему очень жестко подошло. Это очень... Так может... Нет, я попробую, но если что-то не получится... Ты не оценивай свои скиллы. Я думаю, что OneBlade справится со всем. Это не так сложно. Давай будем отталкиваться от креатива. Так, ну это дефолт. Да, это слишком. Это то, что сейчас. Это вообще... Это будет мексиканская пародия. Ну все, на чем я остановлюсь? На это? Я постараюсь так. Да, на Хайзе. Все. Покажи в камеру, на чем ты остановился. Ребята, ну я вас не разочарован. Опять же, Женя боялся другого варианта. По-моему, вот этого, да? Усики? Ну, это достойно. Мне кажется, что с этим даже можно жить. Вообще без проблем. Хорошо, тогда давайте перейдем к самому интересному. Поехали. Сейчас мы с помощью... Точнее не мы, а эти ребята с помощью OneBlade будут придавать новый облик нашим топ-менеджерам. Мы выбрали референсы. Они лежат у нас на столах. Вы только что их видели, поэтому поехали, друзья. Готовы? Конечно. Есть ли какая-то тактика, по которой вы будете... Чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Супер. Ну, OneBlade в области безопасен, поэтому можно хоть как. Давай. Ладно. Ну, что? Начинаем с чего? С какой стороны лица? Да, Валера ворвался нормально. Красава. Все работает, кролик. Не, Саня красавчик. Саня может работать в барбершотке. Может... Саш, если тебе нужна будет работа... Я думаю, может даже Леху Костка для вас стричь. Не волнуйся ты так. Ты чего? Я чувствую, как бьется его сердце. Височки не трогаем, височки не трогаем. Да ладно, височки не трогаем. Да, виски это вообще же. Я подправлю, Саня. Ну, что ты сам к тому же берешь? Да, да, да. Ну, я мог, конечно, и попроще выбрать вариант. Я лишь рада, что не мне пришлось это делать, потому что их вы не уволите. А они головы моют? Я в Ян-то месте так бы оставляла. Очень стильно. Ну, что, нормально все вроде, да? Ну, как сказать. Ну, в принципе, в принципе, не так плохо. Подожди, надо немножко все-таки доработать. Потому что там... Так, что у тебя там? Ой, блядь. Все, Лех, все наросло все, Лех. Он завидует, он просто завидует Леха. Все прекрасно. Нет, Женя, у тебя вообще все в порядке. Серьезно. Так и в свет не стыдно выйти. Леша, конечно, нужно еще поработать немножко. Над луком. Тише, тише, тише. У нас же тут работа происходит. А напомните, кто-то придумал. Не я. Ну, я чуть запокапил. Не лупайся. Хорошо, где-то неделю. Где-то неделю не улыбался. Там справа, типа, меньше, чем слева. Сейчас я еще слева, нужно решить. Ну, по идее... Да, я поняла. Так это легко подкорректировать. Тон, что там? Ну, по идее. Я бы оставляла так. Я бы даже шею не сбривала, потому что в этом есть свой, так сказать, шарм. Блин, вообще отлично, кстати, же. Мне кажется, даже так можно ходить реально. Можно, да. Серьезно. Серьезно. Нормальная фига. Ну, что, друзья, мы закончили с нашим ребрендингом, так скажем. Вы можете достать свой телефон и посмотреть на результат. Я в восторге, честно. Э? Ничего. Что это, Валера, ты кенни. Леша. Ты можешь так всегда тебе ребриться? Валера, ты идеален. Идеален. Не, ну мне не очень. Я буду так съездить с вами на чью-то. В смысле тебе не очень? По-моему, прекрасно. Ну, на хайзе немножко похоже. Ну, чуть-чуть, Саня. Красавчик. Хорошо, Саша, как ты оцениваешь скорость бритья? Довольно-таки быстро это было. Довольно-таки быстро? Легко? Да, я впервые брею другого человека. Тебе понравилось? Ну, прикольно было. Да, да. Вроде получилось. Если вдруг не сложно с карьерой, то Саня. Да, да. Если что, ты знаешь, у тебя будет новая профессия. Да, я... Будешь нуждаться, если когда-нибудь, знаешь, средства. Дожека возьмет меня на работу к себе. Личным барбером? Ну, и ребенок. Ты можешь кого-то на стриме брить. Да, она нормальная тема. Так никто, наверное, не делает. Ты доволен своей моделью? Доволен стилем, который получился? Ну, я плохо постарался. Вот полетчик, красавчик. Надо сказать, ты его не тырил. Неправильный имидж выбрал. Мы можем повторить, когда отрастет. Это экспириенс. В следующий раз будет лучше. Хорошо, друзья, я думаю, что челлендж удался. Вы все получили огромное количество удовольствия, особенно я, потому что я не была причастна никому, ни в какой стороне. Но это было весело. Пишите, какой стиль вам понравился больше. Спасибо, OneBlade. Ставьте лайки, если хотите, чтобы мы побрили Тоню. Здравствуйте. Друзья, мы переходим к заключительной части нашего видео. Со мной вместе на связи Андрей Блейд. И мы будем выбирать победителя нашего промо OneBlade Wheel. Андрей, привет. Привет, ребята. Сегодня у нас интересный челлендж. У нас много достойных претендентов, но тебе нужно выбрать лучшего. Ты готов? Конечно, я готов. Ну, тогда поехали. Смотри, первый у нас тут есть воин-казак. Точнее, какой-то, не знаю, как тебе это косплей? Какой-то древний грек или кто это? Что-то такое, да. Есть такой вайп. Шлем у него. Ну, тут такой двусмысленный персонаж. У него интересный цвет усов. Я не понимаю, это настоящий или нет, на самом деле. Да, трудно понять. Если он доходит по улице, то его точно будут узнавать. Ладно, у нас еще много претендентов. Давай посмотрим, не будем останавливаться на одном. Но это довольно неплохой старт. О, джентльмен. Мизинчик отодвинута в сторону. Это такой, да. Джентльмен классический. Это ж при этом они, это ж фильтр получается. Ну да, это ненастоящий. В отличие от первой картинки. В конкурсе у нас была такая история с Лёхой, что фильтр мы не котировали. Ага. Ну, хорошо, мы можем показать. Мы можем смотреть, но просто интересно. Ладно, дальше. Если кто-то есть, кто без фильтра, то, ну, это же более, намного сложнее сделать, придумать. Нет, ну, просто нажать фильтр, ты ищешь какие-то варианты, атрибуты какие-то. Так, ну, вот у нас человек без фильтра. Новый год, да? Да, кстати, очень праздничный. А ещё какая-то, вон, вижу, лента наверху на гирлянду, похоже. О-о-о, но тут есть борода настоящая. Ты, наверное, первый человек. Это какой-то супергерой? Это, типа, Марло. Но тут у него естественная, обычная, всё-таки, ну, то есть тут большой креатив за маску, наверное, да? Да, но зато какая борода, вон, посмотри, ровненькая, густая. Если он брил OneBlend, тогда можно, как бы, ему посмотреть его. Ну, думаю, что да. Опа! Тут человек постарался, он выбрал другой фильтр. Девушка, судя по всему. Вон, человек сделал фильтр ИРЛ, так сказать. Как тебе? Необычно. Долго думал, анализировал. Необычно, согласна. О-о-о! Пошла жара. Ну, да, интересно, какие предметы только люди не используют в качестве усов. Ну, вот, на самом деле, такие усы могут быть какой-то в альтернативной вселенной. Тут, как бы, актуально масочка, кепочка и усики. То есть, он не изменяет, как бы, традиции и хочет, чтобы его усы видели все. Поэтому тут плюс, мне кажется, за этого персонажа. Да, задумка, есть социальный подтекст. Поэтому, да, респект. Хорошо, дальше. Просто лаконично. Минималистично. Вот, если бы эти, знаешь, если бы эти усы были настоящие, вот эти вот сейчас, это был бы однозначно победитель. Однозначно. Но, чтобы вырастить такие усы, это нужно, не знаю, нужно очень постараться. А пока что, а пока что, давайте дальше. Усы старца. Как тебе нравится такая идея? Усы старца. Ручка и карандаш уже было. Это наш классический вариант. Это первое, что попалось под руку, знаю. Кабель и ручка. О! Слушай, даже ручки не было. А это буквально первое, что попалось под руку. Ну, тут человек постарался, тоже вырезал, что ли, сам, боже. Кривенько немножко, правда. Да, кривенько. О, чипс. Усы чипс. Да, у меня тут какие-то ассоциации не очень хорошие. Ну, тоже какие-то усики из бумаги и очки из двухтысячных-девяностых. Эти очки с сеточкой, что они, какая их функция интересна? Я не знаю, я знаю, что они были у всех, у многих, но я так и не нашла ответ для себя, для чего они. В них ничего не видно, зачем они нужны. Короче, это очки из будущего. В комментариях. Да, пишите в комментариях, зачем нужны эти очки. Сто процентов у них есть какая-то полезная функция, просто о которой мы, не знаю, не дошли сами. Как тебе такая идея? Неплохо. Знаешь, здесь как бы тоже посторонний предмет, но при этом не очень очевидный предмет. Выглядит очень органично, как реальные усы. Так, это была последняя фотография, мне подсказывают, а у нас закончились претенденты. Андрей, кто тебе запомнился больше всех? Нужно бы против этого победителя. Я знаю, что это сложно. Вот эта смазка неплохая, радуга мне понравилась. Дальше... Вот этот. Тот, кто с маской, Бэтмен, да, или Кэтмен, то у него образ интересный, но с усами и с бордой он ничего не делает. Мне кажется, он просто так и ходит. То есть, если брать уже креатив, может отдать маски, потому что, знаешь, актуальный такой социальный подтекст, что ходит в маске. Напоминает всем, что нужно надевать маски. Вакцинироваться. И при этом не забывать носить усы. Да, вот мы и выбрали победителя. Мы свяжемся с тобой. Тебе спасибо, Андрей, что ты принял участие в нашем челлендже. Выбрал победителя вновь. И так достаточно серьезно подошел к этому вопросу. Респект, конечно. Спасибо, ребята, вам за то, что пригласили меня на это шоу. Да, еще увидимся. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал, ставьте лайк, пишите комментарии, кого бы выбрали вы. Возможно, вы не согласны с решением Андрея. И да, и всем пока, всем хорошего дня. До новых встреч. До новых встреч.